В России и в моем регионе, домашнем в частности, существует очень много железнодорожных путей, которые, когда видишь с карты или когда случайно на которых оказываешься, совершенно не можешь понять, зачем они здесь вообще, собственно, нужны, для чего они существуют. Ничего удивительного, то, что иногда для того, чтобы доехать в соседний город, люди пользуются сложной схемой типа город-москва-город, но вот для этого как раз-таки существуют эти маленькие железнодорожные станции, которые соединяют напрямую город-город без необходимости заезжать в Москву. И я сейчас как раз-таки нахожусь на одной из таких станций. Вот там стоит электричка, которая довезет меня до Яхрома, а от Яхрома я уже на велосипеде доеду до Дмитрова. Любители халявы, возрадуйтесь. При моей попытке купить билет я получил такое вот странное выражение лица. В общем, на таких станциях, по крайней мере на моей, нет указ, невозможно купить билет. И даже на вопрос о местных, которые здесь непосредственно обитают, о том, знают ли они, что здесь есть вообще железная дорога, что здесь ходят поезда, они говорят, чё? Вообще, я честный и порядочный, но иногда моя честность и порядочность дают сбои. Я решил не доезжать до Яхрома, потому что там точно придется покупать билет на выход. Решил выйти пораньше, для того, чтобы просто спуститься и проехать на велосипеде. И по дороге буду делать фотографии, если, конечно, что-то интересное попадется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я пока не шибко далеко куда-либо уехал, буквально километров 10, но зато успел посетить стадион и прекрасный мемориал Моинской славы, очень большой, красивый. Там в ноябре 41-го стоялся переломный момент, и наши силы начали отбрасывать фашистских захватчиков. Минута ликбеза относительно того, как находить приключения на собственную жопу. Отметаем варианты навигатора, не пользуемся навигатором и смотрим на возможные срезки. Далее едем по срезкам, и если наша дорога заканчивается вот таким болотом, это хорошо. А если наша дорога заканчивается вот такими кустами, это очень плохо. Если на ней нет следов, она закончится вот этим. Если на ней есть следы, она закончится хотя бы вот этим. Но рано или поздно она закончится все равно хорошей дорогой, а не направлением. Субтитры сделал DimaTorzok Я уже было хотел где-то перекусить на Ахшибе, но иногда нужно смотреть и карту, иногда нужно доверять навигатору. Благо, все приятнее покушать мороженку где-нибудь в хорошем парке, а не в кустах в крапиве у забора. Да, вот так иногда можно себя поймать на мысли, а собственно, зачем заниматься всеми этими глупостями. И когда ты задаешься таким вопросом, то это начало конца. Но твой ответ – это эволюция. Ответ у каждого может быть совершенно разным, это не так и важно. Но лично я для себя сделал вывод, что рациональная, логичная и правильная жизнь иногда бывает скучна. Нужно совершать какие-то нелогичные поступки, какие-то иррациональные делать вещи. И вот тот самый момент, когда ты понимаешь, что поворот налево и будет «shit happens» или поворот направо и произойдет что-то интересное, вот эти самые моменты и наделяют жизнь тем самым вкусом классным, делают ее полной, заставляют испытывать всю гамму эмоций, чувств. Но этого нельзя всего понять и осознать, просто не попробовав, не сделав шаг. Продолжение следует... Вот это дождик, мое почтение. И мне скоро выходить. О мой Бог.